Плывем по Баршотской. Не ждите трамвая. В затоплены пути. Буханка утонула прямо на дороге. Угол химиков лучше не рисковать. Вытаскивали уже две машины. Как обстановка? Где лучше ехать? Этими и другими комментариями сегодня пестрили социальные сети. В западне оказались десятки машин. Глядя на эти кадры, можно подумать. Машины утонули в реке. Это улица судоремонтная. Здесь во время ливня в считанные секунды скопилась огромная пробка. Прорваться пытались особо смелые водители, но получилось далеко не у всех. Некоторые автолюбители шли на отчаянные меры. С включенной сигнализацией выезжали на тротуар. Он менее сильно погружен в воду, но тоже затоплен. Несладко сегодня пришлось и к пешеходам. Сейчас воду нас высадили. Рация не работает в трамвае. Сообщить, естественно, заранее не могли. А люди едут в поликлинику, там еще куда-то. Хорошо, мне никуда не надо? Вообще надо бы как-то поменьше делать. Ну, каких-то низких, которые сливаются там. Вот, да. Вот. То есть поменьше низин, чтобы луч не образовывалось? Да, да, да. Надо как-то это предусматривать. Ну, вот сейчас звонил товарищу. Я, как бы, я сам не местный. Вот. Узнавал, как проехать. Он мне объяснил. Двигаюсь дальше. То есть из-за транспортного коллапса приходится вот выяснять, да, как проехать туда или иначе? Да, да. Мы сейчас находимся на судостроительной. Ливень не прекращает идти. Можно оценить глубину лужи. Причем здесь достаточно ровная дорога. Это плоскость, лишь с небольшим уклоном. Можно посмотреть, у машины четверть колеса уже находится под водой. Исходя из этого, нетрудно догадаться, как сейчас обстоят дела. В низинных территориях. Как нам сообщили в водоканале, за два часа в Череповце выпала пятидневная норма осадков. В аварийную службу поступило около 30 обращений о подтоплениях. Восемь бригад коммунальщиков устраняют последствия стихии по всему городу. Возникает закономерный вопрос, почему вода скапливалась, а не уходила в ливневую канализацию. В результате грозовых раскатов произошло отключение питающих кабельных линий по насосной станции номер 27, которая у нас здесь отводит канализационные ливневые воды с этой части территории. И вышли из строя рабочие резервные насосы. Сейчас специалисты предприятия анализируют ситуацию, выясняют причины и рассматривают мероприятия, которые бы исключили в дальнейшем повторение такой ситуации. Потому что в связи с тем, что данная насосная станция вышла из строя, нагрузку приняли на себя другие насосные станции, и вода не так быстро ушла с данной территории. Сейчас вода уходит в ливневые канализации в штатном режиме. А к вечеру от последствий дождя останутся лишь небольшие лужи. Кирилл Смирнов, Александр Беспалов. Новости.